ОМТВЮА про Головне. Я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится. Можно без преувеличения констатировать, что блестящая военная операция вооруженных сил Украины, в результате которой под контроль Украины перешло 1300 квадратных километров. И около 100 населенных пунктов Курской области Российской Федерации кардинально изменила ход войны. Курская операция была необходима, она имела и военная целесообразность, она изменила протекание войны, она отвлекла часть силы средств Российской Федерации на маневренную войну. На мой взгляд, Курск дал очень важный позитив для Украины. Это неожиданное для всех, в том числе и для Запада. Успешная военная операция дала мощный импульс нашим западным партнерам, продемонстрировав, что Украина способна смело взять инициативу в свои руки и показала существенную положительную динамику в этой войне. Можно без всякого преувеличения констатировать, что эта операция ВСУ имеет очень важное значение для сторонников Украины на Западе. Они увидели, что Украина действительно имеет огромный потенциал и может выиграть эту войну, и что помощь, оказываемая западными странами за счет налогоплательщиков, тратится разумно ради укрепления возможностей Украины в этой войне. Теперь очень важно политическим лидерам западных стран, являющихся членами антипутинской коалиции, донести до сознания их избирателей, что это не просто гуманитарная помощь, оказываемая ради справедливости, поскольку Путин противоправно, грубо нарушая международное право, пошел войной в независимую Украину и привел к большим жертвам и разрушениям в нашей стране, а то, что Украина, украинский народ и ВСУ являются последним бастионом против мощной агрессии Путина. «Слава Украине! Слава!» Пока держится Украина, борется и побеждает в этой войне, американский народ и народы Европы могут чувствовать себя безопасно. Но без мощной помощи западных стран Украина не сможет долго удерживать нашествие Путина, и война охватит Европу и весь мир. «Идеальный барьер – это Атлантика. Да, у тебя морская концепция морских берегов, да?» «Вышли на Атлантику, и все хорошо. А прекрасное место для наших войск – Берлин, Лиссабон, Мадрид. А как красиво наши выглядели в Париже!» Еще один тоже чрезвычайно важный аспект Курской операции. Курск – это потенциально ключевая психологическая территория для Путина и российского населения. «А Курская область – это вот такая Россия, что даже не знаю, с чем сравнить. Такая коренная, историческое ядро». Война действительно может окончиться благодаря военной победе Украины. И Курск может повлиять на это, учитывая еще и то, что эта операция в СУ существенно спутала карты Путина, и она может приблизить нас к победе. «Я говорю, Украина победит. Ну что, у нас столько оружия, говорит. А я ему говорю. Я говорю, укропы скажут спасибо за бесплатный металлолом. Дадут, еще контрибуции будем платить». Кроме этого, Курская операция также делает невозможным замораживание войны. Это очень важно, ведь Украина находится сейчас на значительных по размеру территориях России, на которых Путин не сможет просто заморозить конфликт, как один из потенциальных вариантов в случае переговоров. «У нас куда-нибудь туда, на вашей позиции, на обмене, или как угодно». Таким образом, это лишь несколько важных последствий Курской операции в СУ, не просто изменившей ход этой войны, но и значительно приблизившей нас к победе. Вместе с тем, мы не должны поддаваться легкомысленным выводам о том, что эта операция значительно подорвала авторитет Путина и существенно ослабила его власть. По-моему, это не так. «Эти специальные военные операции уже давно оказали очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь». Действительно, определенное разочарование Путиным среди российского населения есть. По информации некоторых осведомленных источников, только за последний месяц его рейтинг упал более чем на 10% и падение рейтинга продолжается. Но это не означает, что путинская власть ослаблена. У Путина еще очень значительный запас прочности его власти. Из истории нам хорошо известно, что авторитарные государства выглядят очень стабильными, вплоть до момента, когда могут упасть. Это означает, что смена власти в России может произойти неожиданно для всего мира, но не в результате демократических выборов, а путем государственного переворота. И к этому все идет. Пока Путину удается не допустить каких-либо акций гражданского протеста в России, он использует тактику «разделяй и властвуй». И недовольство населения не проявилось так, как могло бы, если будет решающая военная победа Украины на Курщине. Тогда это может чрезвычайно негативно повлиять на его судьбу вообще. Вот моя концепция, она очень простая. Удар будет справа. Будет скорее не 16-й, а 91-й. Сначала будет БКЧП. А потом ответ на него. Недавно агентство Reuters сообщило, что Белый дом близится к принятию решения о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет JASM, которые можно использовать с истребителями F-16. Передача этих ракет может действительно переломить ход войны. Решение, вероятно, будет принято в ближайшее время. А если еще вспомнить планы наших союзников поставить дополнительно в этом году значительное количество самолетов F-16, то это действительно может реально повлиять на ситуацию на фронтах войны. Пожалуй, лучше было бы получить ракеты с большей дальностью. Возможность наносить удары в глубокий тыл требует определенной дальности ракет. Однако Украина очень успешно использует и собственные ракеты, и дроны. В радиус действий попадают 14 аэродромов и аэропортов, один НПЗ, штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Ракеты «Джасом» являются более совершенным видом оружия, чем любое другое оружие, находящееся на вооружении Украины. Но наибольшее их преимущество заключается в том, что США могут обеспечить постоянную поставку этих ракет. Конечно, есть много примеров, когда Украина успешно самостоятельно ведет дальнобойную борьбу. Лучшим примером за последние недели является удар по нефтебазе в пролетарске Ростовской области. Из 76 нефтяных резервуаров целыми остались лишь 8. Это, вероятно, повлекло убытки на полмиллиарда долларов в виде доходов от нефти. Как говорится, лучше не стало. И все же было бы здорово, если бы союзники предоставили ракеты «Джасом» и одновременно позволили бить по России ракетами «Атакамс». «Атакамс», британские «Стормшедо» и французские «Скальпы». Таким образом, Украина на пороге кардинальных изменений в войне, которые во многом изменят не только ход этой войны, значительно приблизят нашу победу. Кроме того, перенос войны на центральные регионы европейской части России может привести к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в России и подтолкнуть российскую элиту к решительным действиям по смене президента Путина. Для того, чтобы ответить на главный вопрос, кто зажжет ту искру, от которой вспыхнет вся Россия, нам снова нужно вернуться к Курской операции ВСУ. Если мы скажем, что эта операция вызвала не просто глубокий стресс у большого числа русского населения, а не только Курской области, то это будет не совсем точно. Потому что из той информации, которая есть в информационном поле России, можно безошибочно констатировать, что эта операция привела российское население в глубокий шок, из которого еще не все вышли. Сначала казалось, что с начала 22-го года удивляться уже больше нечему. Как выяснилось, удивлялка еще способна удивляться. Центральные пропагандистские телепередачи на главных телеканалах России наполнены не только открытой критикой армии России, которая не способна была обеспечить безопасность российских территорий, но и власти, и непосредственно Путина, иногда выглядящего беспомощным и растерянным. Это имеет большое значение, поскольку значительная часть российского населения склонна максимально доверять телевидению России. Теперь население России каждый день с экранов центральных телеканалов слышит открытую критику Путина за его неспособность обеспечить безопасность страны. Но наши военные и пограничные службы ФСБ прорыв границы не допустили. Через три дня враг будет вытеснен за пределы наших границ. Скажи-ка, дяде, ведь не даром Москва спаленная пожаром и так далее. Это приносит свои результаты. Российское население начинает осознавать, что Путин не священная корова и его можно критиковать. Население России стало получать ужасную информацию об огромных потерях армии РФ как в живой силе, так и в технике. Для них это было полной неожиданностью. Сотни тысяч беженцев из Курской области являются лучшими агитаторами против войны и Путина. Многие из российского населения только сейчас, когда война реально пришла уже на территорию России, начали осознавать, до чего их вождь Путин довел страну. Как мы дожили такой жизни? Российское население европейской части уже ощущает на себе, что такое война из-за систематических ударов украинскими дальнобойными дронами, часто поражающими намеченные цели. Есть контакт. Можно себе представить, что будет происходить на значительной территории России, в случае, если по военным объектам будут ежедневно наноситься массированные удары дальнобойным высокоточным мощным оружием. Это без всяких сомнений приведет к панике. Миллионы русского населения окончательно лишатся комфорта мирной жизни и станут жить в условиях фактически военного положения и ежедневных воздушных тревог и массированных обстрелов военной инфраструктуры. Поспали люди сегодня. А если к этому добавить еще и тяжелое экономическое состояние России и значительное ухудшение жизни простых людей в России из-за мощных санкций, которые становятся реальным фактором нестабильности жизни в России. Это является серьезной основой и для социального взрыва. Санкции мощной удавкой затягивают шеи россиян. Поэтому отвечая на вопрос, кто зажжет ту искру, от которой запылает вся Россия, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. И я скажу так, я сказал, что в этом году СВО завершится, я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится, я еще раз повторяюсь, может быть кто-то будет думать, почему он так уверенно говорит, у меня я думаю на то есть все предпосылки.